Друзья, всем привет! Сегодня я очередной раз приехала на косу Чушку, но на этот раз у меня есть цель побывать на двух маяках. Один вы видите сейчас на моем заднем плане, а последний, который крайний, он находится намного дальше. И нам нужно, естественно, пройти будет пешком до него. Очень интересно посмотреть, в каком состоянии эти маяки сейчас и что здесь вообще есть на этой косе. Поэтому, если вам нравится эта идея, моя инициатива, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. И погнали! Идея строительства переправы из Кавказа в Крым владела умами с давних времен. Соединить два берега мечтали, планировали и осуществляли не один год, не одно десятилетие и даже не один век люди разных народностей. Цель была одна – создать надежную и безопасную переправу, которая бы могла соединить два полуострова – Керченский и Таманский. В одном из моих более ранних видео уже было сказано о том, что еще с древности у людей возникала необходимость пересекать пролив, ведь до соседнего берега было рукой подать, а зимой и вовсе можно было дойти по льду пешком, когда воды замерзали. Советую ознакомиться для полутой картины и с этим видео. Почему же идея строительства моста была осуществлена только в 21 веке? Какие попытки были уже сделаны? В 1870 году Керчи-Тамань связал телеграфный кабель. Англичанам нужна была связь с Индией и линию провели по дну Керченского пролива. Телефонная связь работала так хорошо, что у подданных королевы Виктории возникла мысль проложить прямую железную дорогу в Индию. До реализации проекта дело не дошло. А все дело в чем? Конечно же в финансировании. Это причина, которая не меняется с течением времени. И тогда от задумки пришлось, конечно же, просто отказаться. Идея строительства моста чуть позднее была подхвачена в правлении Николая II. К работе были подключены лучшие российские инженеры. Но началась Первая мировая война и планам не суждено было сбыться. Следующая попытка была сделана в советский период, а именно в 30-е годы. Амбициозный план молодого советского государства – это железная дорога от Херсона через Крым по мосту через Керченский пролив и затем вдоль всего Черноморского побережья до Пути. Разработка прервалась с наступлением Великой Отечественной войны. На оккупированной Германии и советских землях немцы планировали соорудить трансконтинентальную железную дорогу. Такой же масштабный проект, как когда-то планировали британцы. Только от Мюнхена через Керченский пролив и в Индию. Весной 1943 года Гитлер дал распоряжение министру вооружений Альберту Шпееру приступить к сооружению моста. Тот сам составил проект и заказал конструкции. Сначала немцы построили канатную дорогу для грузов. В Керчь стали свозиться металлические конструкции, цемент и другие строительные материалы. Окончить строительство моста Гитлер планировал к августу 1944 года. Но из-за изменений положения на фронте работы вскоре были полностью прекращены. Сталин хотел довести до конца начатое немцами строительство. После того, как фашисты были вытеснены с Таманских и Крымских земель, на берегах Керченского пролива закипела работа. Мост длиной в 4,5 километра в районе Косычушка был построен всего лишь за полугода. Руководителем проекта был инженер Борис Надежин. В ноябре 1944 года мост был принят во временную эксплуатацию. Он был открыт и по нему в Москву возвращалась советская делегация с Ялтинской конференции. Но укрепить мост не успели. В феврале 1945 года в проливе начался необычно сильный для этих мест ледоход. Все мероприятия, предпринятые для спасения моста, не привели к успеху. Лед надавил на опоры и разрушил пролеты, которые упали в море. Восстанавливать мост не стали. Остатки опор очень долгие годы мешали судоходству. И были окончательно демонтированы лишь в 1968 году. Не так давно в сети был опубликован некогда секретный проект моста, предполагаемых портов и вокзалов, который был создан в 1949 году. Это технический проект моста через Керченский пролив и железнодорожной линии Керчь-Синая. После войны, пока страна потихоньку приходила в себя, инженеры уже проектировали новый мост. С учетом, конечно же, всех ошибок и применением опережающей свое время вариантов. Это впечатляющие своей детальностью прорисовки чертежи и планы. Ну, вы просто посмотрите, насколько масштабным могло бы быть строительство моста через пролив в те годы. Обязательно напишите ваши впечатления от этих проектов в комментариях. Поделитесь своим мнением. Планировалось, что мост будет двухуровневым, что является весьма смелым решением для 40-х годов, согласитесь. На одном берегу стояла бы стела с советским гербом, а на другом берегу у вас встречал бы и осматривал своим проницательным взглядом товарищ Сталин. Также на эскизах представлены предполагаемые порт Крым и порт Кавказ. Как они выглядят сегодня, вы знаете. В сентябре 1954 года сообщение между Крымом и Кубанью все-таки появилось. Из порта Кавказ в порт Крым начали курсировать паромы. Также были поставлены маяки на обоих берегах. О них мы поговорим чуть позднее, ведь нам удалось добраться до них. Не забудьте поделиться этим видео в своих социальных сетях. Расскажите об истории появления Крымского моста своим друзьям. Что было дальше, вы знаете. Крымский мост был построен в совсем другом месте. На косе Тузла, а не на Чушке. Большое будущее могло быть у косы Чушка, если бы мост был построен именно там. Но, к сожалению, на сегодняшний день Чушка – это порт Кавказ, руины одноименного поселка, где уже практически никто не живет, но и действующие маяки. О них и пойдет речь дальше. Нам довелось побывать на двух отрезанных от внешнего мира и цивилизации Чушкинских створных маячных башнях. Сами маяки – это, конечно же, военная территория, поэтому пока никто лавочку нам не прикрыл, мы идем и смотрим, что здесь есть. Пейзажи, конечно, удивляют, потому что ощущение, что ты в каком-то апокалипсическом мире. Особенно впечатляют, конечно же, дома на самой косе, которая недалеко от порта Кавказ. Там просто полная разруха, но в прошлом видео, когда мы здесь были, я вам это показывала. Если вы не видели этот ролик, то обязательно посмотрите, потому что, ну, удивляет, удивляют такие места. Жизнь там еще теплится, но уже практически там никто не живет. Сегодня на косе Чушка стоит два маяка – передний и задний. Сами по себе маяки считаются военными объектами. Во всяком случае, на них висит такая надпись. Но привлекают они к себе не этим, а своим внешним видом. Есть что-то такое магическое в их архитектурном стиле. Первый и самый ближний маяк является абсолютно досягаемым, потому что находится в непосредственной близости от порта. Оба маяка действующие. На маяке нас встретил местный житель. Нет, не сторож, как вы могли подумать, а птичка, которая сидела в окошке. Рядом с датой постройки маяка. Дальний же маяк отличается от переднего. Во всяком случае, высотой уж точно. Итак, дорога до второго маяка, до дальнего, будем его называть так, будет идти вдоль вот этих вот столбов с электричеством. Мы сначала думали, что уж никак не добраться, придется по этим речкам вонючкам скакать. Но нет, здесь хорошая дорога, даже какая-то машина вдалеке стоит. Поэтому сейчас пойдем и посмотрим, что там вообще есть такое. Как оказалось, дальше дороги нет, поэтому мы сняли обувь и сейчас пойдем погрызюки. Вброд. Не, ну тут не глубоко, тут мое. Но и листы одно. Ну что, Приближаемся мы к маяку. Я заметила, что он также был построен в 1954 году. Но я думаю, конечно, он закрыт. Во всяком случае, он не огорожен забором, как передний маяк. Этот маяк значительно выше предыдущего. Высокий. Как думаете, он закрыт или открыт? Это было бы здорово, конечно, если бы он оказался открытым на маяках. Внутри маяков я не была никогда. Но я все-таки думаю, что он закрыт. Выглядит как какое-то сооружение мая. О, я знаю. Поехали. Да. 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 Ну что, друзья, вот наконец-таки я добралась до Дальнего Маяка. Он находится на самой оконечности Косычушка. С одной стороны у нас Керченский пролив и, соответственно, город Керчь, а с другой у нас Таманский залив и вид на станицу Тамань. Высота маяка 24 метра, и он считается действующей, но работает он в автономном режиме. Расстояние между двумя маяками небольшое, это буквально один километр. Но, в принципе, вы видели, как мы его преодолели. Здесь дорожка, но в одном месте нам пришлось преодолеть брод с водой. А сейчас давайте посмотрим, какая здесь территория и сам маяк. Меня, честно говоря, очень впечатлил, потому что это такое сооружение интересное. И, кстати, оба эти маяка, они построены в 1954 году, в то время, когда была построена паромная переправа Порт-Кавказ. Вот такой вот интересной, причудливой формы этот вот маяк. Снизу он похож на какую-то пирамиду, а дальше уже такая многоэтажная постройка. И когда вот я сюда пришла, у меня сложилось впечатление, будто этот маяк стулит, как какой-то отшельник, один на каком-то конце света. И я была, правда, очень удивлена тому, что он еще рабочий, потому что электричество до него не доходит. Ну, это, конечно, интересная постройка, интересное место в нашем Тимрюкском районе. Я думаю, что мало кто из вас про него слышал. И обязательно поставьте лайк, если вы никогда не знали про эти два маяка, которые здесь на косе Чушка находятся. Ну что ж, вот я вам показала оба маяка на косе Чушки. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если этого еще не сделали. И увидимся в следующих роликах. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.